Друзья, всем привет! Сегодня Настя у меня попросила омлет сделать, но и в комментариях люди тоже просят подробно, как я его делаю. Вот сейчас я буду делать Настик в школе и вам покажу. Я в духовке как-то не люблю его делать, мне надо же быстро и поэтому я всегда делаю в микроволновке. И вот сейчас я вам покажу Айдате, как я это все делаю. Так вот яйца я помыла, я как бы их всегда мою там неизвестно где они валялись. Сейчас я разобью яйца, вдруг они плохие попадутся. Я буду делать 6 яиц. Я делаю так, например, 6 яиц и 300 миллилитров молока. Ну как бы на одно яйцо где-то 50-55 миллилитров молока. Но это видите тоже зависит от молока. Какое молоко у нас. У меня молоко 3,2. У меня что-то не оказалось молока. Беру щепотку прям соли. Я на глаз. Я не знаю сколько тут может быть четверть чайной ложечки. Так, сейчас я руки сразу помою. Так, берем вилочку. Можно вилочкой, можно венчиком. Вот так хорошо размешиваем. Я вот такие ведерочки у каждого наверно найдется из-под майонеза. У меня вот они из-под капусты. Квашеная покупаю в светофоре. Вот так хорошо размешиваю с солью. Соль, соль. Не с солью, а с солью. Так, раз, 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 раз. Все. Берем вот 300 миллилитров молока. Ну если жирность побывала. А если у кого деревенская, это вообще красота. Все, вот так. Вот так. Видите, чтобы она хорошо разбилась, чтобы там эти прожилок не было. И соль заодно размешать надо. А так как мне все надо быстро, потому что Настя скоро в школу, это у меня получается все быстро. Так, затем берем микроволновку. Ставлю в микроволновку. Ставлю на 10 минут. Ну, знаете, поставлю на 10 минут. Если мне надо будет добавить, я добавлю. Потому что, когда у всех напряжение у людей разное, если напряжение мало, она может чуть-чуть не доготовиться. Но я пока поставлю на 10 минут. А там, если что, я вам скажу. Так что процесс, в принципе, готов. Мандаринки вкусные очень. Пока у меня делается, мандаринку съесть можно. Вот я покупала где все по 40. 50 рублей стоит. Очень вкусные. Прям прелесть. Мне так нравятся они. Все вот это яички, вот это все, вот это все, что у меня остается, я закапываю в землю. Для удобрения. Так, супер. Сбираю лишнее. Ждем. Пока у меня готовят. А, кстати, смотрите, я в прошлый раз, это когда была, в субботу, по-моему, купила тыкву оранжевую. Что-то мимо проходило у него в разрезе. Она такая оранжевая-оранжевая была. Я говорю, а что это такое? Она как, знаете, какая? Как гитара. Она говорит, ой, такая вкусная, очень вкусная. Я говорю, а можно купить вот вашу? Она говорит, да. Я, смотрите, сварила кашу первый раз. Посмотрите, какая прелесть получилась. Я туда добавила пшенку, сначала кубиками нарезала и сделала ее на блендере. А затем добавила пшеной каши. Вот такая прелесть получилась каша. Мои все поели, наели, всем понравилось. Она вот когда даже варишь, она еще даже в привкус у нее такой чуть-чуть сладковатый. Вот такая кашка. Первый раз. Я даже раньше тыкву никогда не делала, никогда не варила. Ждем еще пять минут. А, друзья, еще вот вам раскрою секрет. Завтра мы идем в гости опять. К Алене Ивановой. Она наша землячка. Позвонила нам и ждет, не дождется нас в гости. Вот мы наконец-то завтра освободились. И поедем она с Верхнего Уфалея. И они купили дом в поселке Южном. Вот мы завтра идем в гости. Так что оставайтесь с нами, смотрите завтрашний. Так, наверное, не завтра, а послезавтра. Как мы сходим в гости с Васьком. Так, теперь смотрим. Я тут остановилась. Так, посмотрю-ка я. Ой, у меня тут уже готово. Так, на 10 минут для меня это много. Так, 10 минут и 2 минуты 28 осталось. Это у меня сколько? 7. Ну, всегда я как бы на 7 минут делаю. Вот сейчас что-то надеюсь. Потому что зависит от молока тоже. Иногда молоко поставишь, оно хопс. От всего зависит. Так, что это мандариночки я пока бросаю из рук. Вот такой получился у меня омлетик. Видите? У меня всегда получается. Только зависит от времени. Сейчас я Насте положу. Ей в школу надо. И Насте, и Ваську. Они у меня всегда первые пробуют мое рукоделие. Так что все, садимся, а то я скоро в школу. Друзья, всем привет. Оля для нас приготовила вот такой омлетик. Быстренький, в микроволновке. Это мои эксперты. Сейчас мы будем пробовать. У них всегда вкусный получается. Да, Настя? Лепились. Оцени, Настя. Настя любит. Она в школе мы всегда. Я обычно... Очень вкусный. Можно, конечно, и в духовке, но... Вот он. Для меня же быстрый надо процесс. Смотри, какой пышненький. Не, ну это... Тихонечко. Как холодец. А что, легкий, вкусненький вообще. Ну молоко у меня 2,5-3,2, если было бы жирность, оно бы это... Я утром сейчас сгоняла, у меня в холодильник сунулась, что-то Настя попросила омлета, у меня яйца кончились. Я пошла, быстрее сейчас съездила, яйца купила. Ну а раз молока у меня много, это упаковка, я всегда беру. Но она жирность 2,5. Ну по времени зависит в микроволновке, у кого какая микроволновка, какое напряжение в сети. Ну вот ты сейчас сколько готовил? Минут 7? Да, вот сейчас она у нас готовилась на 7 минут. Я поставила на 10, потому что прошлый раз я ставила что-то на 7 минут. Мне что-то не хватило, я добавляла. Не знаю, с чем это связано. Напряжение в сети. Да, ну может быть напряжение. Ну а вот сейчас 7 минут, и она у меня пошла. Ну по идее у нас микроэто... У нас напряжение хорошее здесь в родниках. Вот именно в нашем здесь, где мы живем. За других я не знаю. Еще зависит от микроволновки. У нас Samsung, но это не реклама. У кого какая микроволновка? Да нет, мне кажется, зависит это... Не то, что от напряжения, я думаю, зависит. Это там... Ну а ты что, садись тоже. Еще зависит, может быть от молока, может быть от... Да не знаю, у меня... Короче, всегда получается. Как-то не получалось. Но самое главное, быстро и вкусно. Да, это... Спасибо. Для меня это самое главное. Бабулечка наша. Да, красотулечка. Моя пятерочница. Давай, быстрее кушай и в школу. И в школу. Ну все, друзья. Всем пока, садитесь кушать. А я, кстати, поем лучше кашку. Я вот... Вот какая она красивая. Мы-то с Настей завтракали. А не ели. Вот такая. Мы с киселем клубничную кашку. Кисель сделали с ней. Сейчас я это постелю себе. Возьму ложечку и тоже поем кашку. Малашку. Кстати, друзья, очень вкусно это детям. Вот у кого маленькие дети, кто вот любит, так быстро можно приготовить, пока ребенок может быть даже там пищит или что-то быстро кушать хочет. Не каждый же станет там кашу варить, пока эта каша остынет. Хоп, бросил там 100 миллилитров молока, если маленькое, на одно яйцо, 52 яйца. Раз-раз-раз взболтал и туда. И все, и ребенок сытый, не голодный. Поел и прелесть. Ну, считай, вот с шести яиц получается три порции, да? Нормально. Да. Где-то еще там осталось. Я просто кашки захотела. Нет, я сейчас кашки поем. Ну, все, друзья, всем пока, приятного аппетита, кто кушает. Всем-всем пока-пока. Смотрите, Хадариков. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И делайте омлет. Всем пока-пока. Смотрите, Хадариков.